Человек эпоха Человек эпоха Достойный сын своего народа Надежный товарищ Это лишь малая часть того, что прозвучало сегодня во время провода в последний путь заслуженного журналиста Карачаева-Черкесии Мусали Шакова Проститься с ним в аул Малый Зеленчук, откуда родом Мусали Мордасович Приехали его родные, друзья, коллеги, люди, которые были знакомы с ним лично или по радио, выпускам и телепередачам Слово Артуром Хце Есть люди, о которых трудно говорить в прошедшем времени даже после их безвременного ухода Для региональной теле- и радиожурналистики Мусали Мордасовича Шакова можно считать целой эпохой Он около 40 лет посвятил любимому делу В свое время выбрав для трудоустройства малую родину Хотя имел немало других вариантов Мусали Шаков являлся одним из основателей национальной телевизионной журналистики Карачаева-Черкесии Он в совершенстве владел черкесским языком Внес большой вклад в его сохранение Сделал немало, чтобы сберечь национальные обычаи и традиции Его трудолюбие, профессионализм, человечность, любовь к родине и умение находить общий язык с самыми разными людьми Отмечали все, с кем удалось побеседовать в ауле Малый Зеленчук Где состоялось прощание заслуженным журналистам Карачаева-Черкесии и Адыгейму с Алией Шаковым Сегодня, да, самый такой тяжелый, самый грустный день для нас, друзей Которые с ним не просто учились, мы прошли жизнь Представляете, с 65-го года с интернатом и все Сегодня это больше, чем 50 лет мы дружили Я могу сказать одним словом, что Муслим Ардасович, это мое мнение Ум, честь и совесть адыгского народа Сегодня мы потеряли старшего товарища, коллегу Я много лет знал Муслим Ардасовича И могу сказать, что это был настоящий мэтр Человек, который себя вел очень достойно Он не гнался за наградами, он не гнался за пустыми словами Но всегда, в любой момент, когда к нему можно было обратиться Нужно было обратиться за помощью Он всегда делал все, что мог сделать И все мы хорошо знаем, какое наследие он оставил Высочайший интеллектуал С широкой, исключительно широкой эрудицией В любой области, в науке, в литературе, в поэзии, в культуре Он разбирался исключительно наилучшим образом И все, кто с ним рядом работал, приходили к нему за советом Ты был для нас не только хорошим журналистом Очень творческой личностью Ты был для нас мудрым наставником С годами ты стал для нас просто другом Мы 30 лет плечом к плечу создавали программы Мы рассказывали о людях нашей республики Мы рассказывали о событиях Они были разные за 30 лет Но какая бы ни сказывалась ситуация Ты всегда выходил с достоинством Из любой ситуации, потому что ты человек совести Ты справедливый человек, ты человек чести Общение с Мусалимом Ардасовичем с теплотой вспоминают все Кто с ним встречался на различных площадках Будь то коллеги или герои программ на радио и телевидении На его выпусках не первое десятилетие учатся молодые журналисты Он умел найти интересное в, казалось бы, обыденном Писать, говорить, доносить до народа извечное Об обычаях и традициях Прийти к чему-то интересному, тонкому Рассказывать историю своей республики Истории родной земли И входить в каждый дом Ту теплоту, которую мы в своих родных очагах Мы сохраняем, чтобы эту теплоту и доброту мы не носили во все дома Артур Максим Мухаммед Ашибоков Вести Карачаево-Черкесия, Хабецкий район Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов Накануне провел оперативное совещание Со спикером парламента Александром Ивановым Председателем правительства республики Муратом Аргуновым И руководителем администрации и главы правительства Мурата Мозовым Тема текущая социально-экономическое развитие региона За первое полугодие этого года Реализация социальных инициатив главы государства Федеральных и республиканских программ Направленных на повышение качества жизни граждан Мурат Аргунов проинформировал о графике их реализации Подробно остановились на тех задачах По которым необходимо принимать дополнительные решения Для более качественного исполнения Особое внимание уделили поручениям президента России Данным по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям Которые он провел в Пятигорске Герои живы, пока живет память о них В одном из учебных аудиторий Зеленчукского филиала МАКСУ Имени Магомета Абрикова Составилось открытие парты героя Аубикира Чучаева Наш земляк пал смертью храбрых При выполнении боевого задания В зоне специальной военной операции Ахмат Халхетчев продолжит В официальную часть мероприятия Предварили минутой молчания Памяти погибших героев Указом президента России Аубикир Чучаев Посмертно награжден орденом мужества Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью Пулеметами врезанных в скальную дверь Запиши нас в историю горестной пылью И рубцом материнское сердце отметь Помяни нас, Россия Почтить память Аубикира Чучаева На мероприятие приехали Представители районной администрации Совета ветеранов Военного комиссариата Местного отделения партии «Единая Россия» И Общественного совета Зеленчукского района Все выступавшие выражали родственникам Аубикира Не только искренние соболезнования, но и благодарность За то, что вырастили настоящего героя И патриота своей страны Все это делается для того, чтобы Подрастающего поколения был ориентир Они будут всегда являться примером Очень много наших студентов Находится сейчас Именно там, на Украине Наши выпускники Есть те, которые именно ушли Которые учились и они добровольно пошли Потому что когда они говорили Кто, если не мы Право на открытие парты героя Было предоставлено военному комиссару Зеленчукского и Урупского районов Андрею Хвостикову Имаме Аубикира Ася Чучаевой Он ни на секунду не сомневался в том Нужно ему туда идти или нет Как только началась спецоперация Сам в числе первых ушел добровольцем Незадолго до случившегося Когда приезжал на побывку Он рассказывал, что руководство нашей страны Успело сработать на опережение У пустяний момент Последствия для нашей родины Могли бы быть непредсказуемыми И гораздо трагическими Утверждал он К собравшимся спереду Из специальной военной операции Обратился и боевой товарищ Нашего земляка Он рассказал, что в нем Можно было быть уверенным На все сто процентов В любой ситуации Ибо все знали Аубикир никогда не подведет Пускай у нас национальность И кровь разная И вера исповедания Но там остались все братьями Братьями с большой буквы Аубикир был замечательным Добрейшим человеком Он всегда отзывался Когда нужно Кому-то нужно было помочь Память о тех Кто отдал свою жизнь С достоинством Исполняя воинский долг За семью За родных И за отечество Священный долг Каждого из нас Уверены студенты Которые будут постигать Самые разные науки За партой героя СВО Аубикира Чучаева В каждом образовательном Учреждении Должна быть своя парта героев Ребята, которые младше нас Ребята такие же, как и мы Должны знать и видеть Как люди Ребята, которые не так Намного старше их Защищали родину Нужно быть храбрым Нужно идти за свою родину Я думаю, что увидев эту парту героя Они будут брать пример Будут помнить нашего героя Патриотическому воспитанию В колледже уделяется большое внимание Студенты декламировали стихи Показали пронзительные Музыкальные и хореографические номера Которые отозвались болью В сердцах собравшихся Ахмат Халкечев, Али Бастанов Вести Карачаева Черкесия Селенчукский район Актуальные проблемы Организации летнего отдыха И досуга несовершеннолетних В летний период В общественной палате Карачаева Черкесии Состоялся круглый стол Где обсудили этот вопрос Все ли готово к открытию летней оздоровительной кампании Узнавала Дарья Тендит Лето – это маленькая жизнь И чтобы она прошла весело, активно, безопасно А главное – с пользой для здоровья Школьники республики с 1 июня по 3 августа Смогут отправиться в летний лагерь Решение межведомственной комиссии Было выявить готовность Непосредственно детских лагерей К приему детей Поэтому мы сегодня накануне и собрались Чтобы узнать, как же поработала Межведомственная комиссия А кроме того, как вы помните Общественная палата Карачаева Черкесии Несколько раз поднимала вопрос По созданию Гока Магомедовна не даст соврать Лагерей труда и отдыха Отличительной особенностью лета этого года Станет работа профильного тематического лагеря Российского движения детей и молодежи Движения первых Открытие лагеря труда и отдыха На базе Аграрно-технологического колледжа А также открытие еще одного палаточного лагеря Отметила Гока Гербекова В течение лета планируется провести Профильные смены для детей Находящихся на разных видах учета И для детей с ограниченными возможностями Здоровья В том числе дети участников СВО И прибывшие из Украины Нам предоставили в реестр Организации отдыха и оздоровления 105 лагерей В том числе 96 Это лагеря, которые будут работать на базе школ В которых будет Оздоравливаться 6185 детишек 7 загородных лагерей У нас будет Расположены они будут в Донбайе В Тиберде В Даусузе Где мы планируем охватить 3070 детей И два палаточных лагеря Заявили о себе Летний отдых Это не только социальная защита Это и возможность творческого развития детей Обогащение духовного мира И интеллекта ребенка Радость общения И творческие открытия Все эти направления Это работа детских лагерей Лето своего рода Это такой мостик Между завершающимся учебным годом И предстоящим Отметил Джамал Тибуев Задача у всех одна Чтобы наши дети Туда живыми и здоровыми поехали И живыми и здоровыми вернулись Это главная задача При этом получили Качественный уход Качественное питание Ну и все остальные Как бы составляющие Чтобы наши дети Всегда могли Как и мы, наверное Всегда сказать, что у них было Счастливое, хорошее детство Также на совещании Были рассмотрены вопросы Соблюдения санитарно-гигиенических требований При подготовке и проведении Летней оздоровительной кампании Пожарной безопасности Объектов отдыха И оздоровления В заключении заседания Были рассмотрены пути решения Оставшихся проблем Дарья Тендит Али Бастанов Вести Карачаева Черкесии На что нужно обратить внимание При перевозках групп детей В автобусах Какие необходимы документы И требования к транспортному средству И находящимся в них людям Какая предусмотрена ответственность За несоблюдение условий На эти вопросы ответил Заместитель начальника отдела Надзора управления ГИБДД По Карачаевой Черкесии Шамиль Бажев С ним встретилась Альбина Ламкова А я прощаюсь с вами Хорошего настроения И всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok